Противостояние Глава первая С удовольствием набрав полные легкие воздуха, я, прикрыв глаза, медленно выдохнул. Теплый ветерок принес пряные запахи леса. Гигантские секвои слегка покачивались, потрескивая шумя ветвями. Город продолжал жить своей жизнью. Народ беззаботно занимался своими делами, и не скажешь, что еще совсем недавно стены Лесограда подверглись атаке кровожадных тварей. Я понимал, что за этим затишьем очень скоро последует буря. Стальной король рано или поздно поймет, что его план провалился. Стоит ли объяснять, на кого обрушится весь его гнев? Сознавая всю опасность сложившейся ситуации, я, как ни странно, страха не испытывал. Откровенно говоря, уже устал бояться. Я без преувеличения стал другим человеком. И неудивительно. Мало кто может похвастаться таким количеством приключений, что выпали на мою долю за прошедший год. Да что говорить. Большинство из тех, кого я знал, считая уже в прошлой жизни, обитают в себе в своих маленьких и уютненьких домишках и знать не знают, что на самом деле происходит в этом мире. А мир изменился. И к этим изменениям я тоже приложил свою руку. От неожиданно нахлынувших размышлений отвлек мрак. «Мы готовы», — решительно произнес он. Во взгляде Альбиноса, равно как и во взглядах остальных его воинов, читалась твердая решимость. Я внимательно смотрел будущих охотников на чудовищ. Хотя почему будущих? По факту они уже давно являются таковыми. Просто осталось дело за малым — провести посвящение. Высокие, широкоплечие. На фоне остальных лесолюдов северяне здорово выделялись. Все в арсенальной экипировке ордена. Эх, мне бы таких несколько сотен, и такой армии позавидовал бы любой король. Но пока в моем распоряжении была всего лишь дюжина. Я мысленно усмехнулся. Ничего. У меня уже были идеи, как сделать из этого отряда грозную силу. Испытующе, словно полководец на смотре, разглядывая каждого бойца, я обратил внимание на двоих мечников, которые держались за широкой спиной мрака. Эти двое тоже были северянами, но своим телосложением заметно уступали остальным клыкам. Первым делом я подумал, что передо мной подростки. Но потом до меня дошло. Это не воины. Это воительницы. И судя по тому, что мрак привел их сюда, сражаться они умеют. Проследив за моим взглядом, мрак коротко произнес. Это Эм... Эмбер. Та, которую мне представили, сделала плавный шаг вперед. В ее зеленых, слегка раскосых глазах я увидел легкое волнение и, кажется, надежду. Пушистый лисий хвост с черным пятном на конце обвил ее правую ногу. Похоже, лиса, несмотря на весь ее воинственный вид, здорово волнуется. Я мысленно хмыкнул. Эмбер. Подходящее имя. В солнечных лучах ее светлая янтарная шерстка была похожа на позолоту. Судя по тому, как на Эмб осматривали остальные воины, рыжая лиса пользовалась вниманием мужского населения Лесограда. Правда, два парных изогнутых клинка, рукояти которых маячили из-за ее плеч, наверняка охлаждали пыл настойчивых поклонников. Я присмотрелся. Хм. А ведь она не так проста, как кажется. Тридцатый уровень, крепкая фигура, на теле много шрамов, и это еще не все. Самый главный сюрприз — магический источник на две с лишним тысячи единиц. Любопытно. Я задумчиво хмыкнул и взглянул на мрака. На физиономии предводителя клыков не дрогнула ни одна жилка. Лишь в его глазах мне удалось разглядеть еле заметный огонек гордости. Мол, вот, посмотри, мы тоже кое-что можем. Но, как оказалось, сюрпризы не закончились. Из-за спины альбиноса решительно выступила вторая лиса. Ее черная шерстка от волнения встала дыбом, но лазурно-голубые глаза смотрели прямо с некоторым вызовом. Судя по косому шраму на ее правой щеке, отступать она не привыкла. Невольно залюбовавшись необычным черно-белым окрасом ее меха, я пытался подобрать правильное сравнение. Мрак, будто подслушав мои мысли, произнес «А это Оникс!» Я мысленно усмехнулся. «Ну, конечно же! Оникс!» Угольно-черный камень с вкраплениями белых прожилок. Заметив мою улыбку, черная лиса слегка склонила голову на бок и забавно пошевелила белыми кончиками ушей. Стараясь не показывать смущения, я перешел на магическое зрение. «Ого, да у нас тут еще одна магесса!» Эмбер и Оникс только недавно открыли свои магические источники, объяснил Мрак, видя мою реакцию. «Почитай, всем миром их собирали. Они и так сильные воительницы, но теперь еще смогут поддержать тебя магией». «Меня?» Удивился я. «Мы знаем, что ты великий маг, да и зверь твой всегда готов прийти на выручку. Но главе Ордена не пристало оставаться без охраны. Твоя жизнь сейчас ценна как никогда, и чем больше будет шансов сохранить ее, тем дольше продержится весь Орден». Я нахмурился. «А то, что они мелкие, так ты на то не смотри», — по-своему расценил мою реакцию Мрак. «Это даже хорошо. Сам посуди. Тот, кто захочет тебя убить, будет их недооценивать. Оникс, например, всегда сможет прикрыть тебя магическим щитом, а Эмбер умеет быть невидимой. Посмотри на ее клинки. Пока вы будете держать оборону, она будет сеять смерть в рядах твоих врагов». На каждое слово Мрака его воины согласно кивали. Похоже, они уже не один раз обсуждали то, как лисички-сестрички будут меня защищать. Я, собственно, не против, но во всем этом есть одна загвоздка. Даже если все они станут охотниками на чудовищ, кто мне даст гарантию, что мои собственные охранницы не вонзят мне в спину нож. Кроме того, у Мрака появятся две пары ушей и глаз. Я, конечно, понимаю, что за последние недели мы уже пуд соль вместе съели, но это только начало. Очень скоро, я надеюсь, в недалеком будущем Орден начнет расти и расширяться. Кто знает, справятся ли мои новые подопечные с искушением завладеть всеми его богатствами. Я, несомненно, приму меры, благо у магистров Ордена есть много инструментов, с которыми, кстати, мне еще предстоит разбираться. Но рано или поздно из числа этой дюжины мне придется выбрать как минимум одного магистра. Не будет ли он впоследствии, преследуя свои собственные интересы, тянуть одеяло власти на себя? Над этим вопросом я уже неоднократно ломал голову. Похоже, все мои сомнения были написаны у меня на лице. Воины начали переглядываться. Видимо, они и не ожидали такой реакции. Мое молчание грозило затянуться. Я не хотел обижать моих соратников отказом, но и круглосуточно держать при себе потенциальных шпионов клыков тоже не хотелось. Хотя, если отбросить все негативные моменты, предложение мне понравилось. Неожиданно проблему решили сами будущие телохранительницы. Переглянувшись и коротко кивнув друг к другу, воительницы решительно шагнули вперед и преклонили колено. И перед моими глазами появилось системное сообщение, в котором говорилось, что Оникс и Эмбер желают стать моими фамильярами. Судя по вытянутым мордам их соплеменников, поступок воительниц стал для них сюрпризом. Но, как ни странно, это никого не разозлило. Я взглянул на Альбиноса. Тот лишь слегка пожал плечами и коротко кивнул, признавая право воительниц поступать так, как им заблагорассудится.